Оставляем Раджабу. Итак, начинается партия. Е2, Е4, Е6. Французская защита. На борьбу. Е4, Д5. Раджабу необходимо побеждать. Он пойдет конь Б1, Д2. Да не может быть. Ну, конь С3. Слон Б4. Вариант Винавера. Это хорошо, да, значит, борьба будет интересной. Б6. Спокойно, Руслан Пономарев. Вот здесь шаг, по-моему, дают, нет? А4 сразу. Руслану в этой партии тереть нечего. Да и здесь шаг дают. О, наконец-то я угадал ход. А6 немедленно или как-то сыграет? Или А5. Или конь Е7. Ну, Руслан, если пойдет конь Е7, я вижу, что он смотрит налево, покусывает казацкий ус. А6. А6. Ход, который не сразу придет в голову, да? Ну, меня выгнали бы из Дворца Пионеров, если А6. Ну, конечно. Скажу, что ты не знаешь, что фигуры надо развивать. Конь Ж6. Ход естественный, кстати. Не знаю, я был бы доволен. Ферзев 4. Ферзев 7, все в порядке. Спокойно и просто. Другое дело, что там ферзевый фланг. Да нет, нормально все. Ферзев 7. Да нет, ферзевый фланг там несколько заморожен. Подзаморожен, да. Но, с другой стороны, как разморозится, так вообще будет все прекрасно. Задумался сейчас о чем-то. Непонятно о чем. Руслан Пономарев. Я не вижу опасности после ферзев 7. Может быть, вы видите где-то? Пошел он, но он тоже не видит опасность. Да и он не видит опасность. Только непонятно, что... Да долго не видит, да. Ну, посмотри, еще же ферзев 5 при случае есть. Вообще шикарная позиция. Ну, просто будет обострить ситуацию в этой партии. Дорогие друзья Руслана Пономареву, Тимура Раджабова. Пономареву-то обострять ничего не надо. У него и так все хорошо. Пара Каруана-Аронян. Там, ой-ой-ой, какая-то борьба интересная очень. Аронян вообще не думает. Вот это плохо, кстати, надо думать. Что можно сейчас получить от Фабиана Матт. Говоря о получить, Марк, мне только что позвонили и просили спуститься и получить гонорар за проведенные репортажи. И так я считаю, что дело это настолько важное, что, конечно, наши слушатели и слушательницы меня поймут, что я буквально на несколько минут отлучусь. Ну, давайте, если вы еще вернетесь с какой-то дополнительной информацией о нашей главной слушательнице. С главными купюрами, купюрами. Мы тут же их и оприходуем. Буквально это через несколько минут. Через несколько минут Геннадий Сосонко вернется в эту студию. Не знаю, в каком состоянии, но вернусь. А мы продолжим за тем, чтобы следить. Так, Карлсон и Ильянов. Здесь симметрично, вы видите, стоят все фигуры практически. Что-то не хочется мне следить за этой партией. Она еще явно далек. Конфликт от разрешения. А вот Раджабов, Пономарев. Тут все это очень и очень интересно. Посмотрим, что же здесь было. Ферзь Ф7, ДЦ, БЦ, Ц4. Ферзь Ф5. Эншпиль. А что, хорошая партия позиция у Тимура Раджабова. Внезапно нарисовалась. По-моему, очень хорошая позиция. В Ладьяси можно пойти. А Лошелс есть на Д4. Да, выиграет эта партия по всей вероятности Тимура Раджабов. Смотрим за Карлсоном. И Карлсон, я думаю, выиграет. Вообще обостряется неожиданно, какая-то интрига появилась. Сейчас надо посмотреть, что происходит в партии Ароняна. Если Ароняна, например, проиграет. Проиграет Карлане, то все усилия пойдут прахом. Что, конечно, будет чрезвычайно обидно для многочисленных болельщиков Левона. У Раджабов совсем, наверное, выигран. А Ладья Д7 просто. И что же можно сделать? Мелит С4. Большой перевес у Раджабова, да. Близкий к решающему. Да, и выигранная просто позиция. Посмотрим за Кравником. Вот у нас есть тоже такая возможность. Грачев. Кравник играет с Грачевым. Приятная очень позиция у Владимира Кравника. Большой перевес. Как его? О, просто бьется на Д7. И переходит аккуратно, спокойно в выигранный Эшпель. Да, здесь тоже не вижу большой интриги. Раджабов-Пономарев вернемся. Маловероятно, чтобы... Сумел защитить такую позицию. Не очень верится, что Раджабов защитит эту позицию. Не понял. А если просто съесть? И Ладья Б6 тут уже близко к защите, да. Не лучшим образом пока Раджабов трактует. Ну, и Ж5 пошел. А как выигрывать-то? По-моему, из Раджабов из выигранной позиции получил ничейную. Он, конечно, будет стараться съесть пешку Аш, но... Обменять Аш на Б. Ну, здесь мы видим, конечно, да, что преимущество... Уже и близко нет такого. Ну, и Король пошел спокойно. Стоит, ждет. Можно на Аш5 пойти. Нет, не нужно ходить Аш5. Ладья встала на Ф3 и... Не знаю, как же такое выиграть. Важный пол очка может потерять сейчас Тимур Раджабов. Просто важнейшее штук Карлсона. Карлсон, который делит сейчас... Карлсон уже проиграл одну позицию абсолютно по игре Павлу Ильянову. 13 секунд осталось у Магнуса Карлсона. Ну, позиция у него, по всей вероятности, существенно хуже и... К тому же нет времени. Ничего не понимаю. Ферзь нет, ферзь не висит. А, там, связка. Беру свое слое обратно. Может быть, она и не хуже, а наоборот... Выигранная очень... Не просто принимать решение в такой ситуации. Б6 какой-то ход невинятный. Ладья С4. И выигрывает Карлсон, да. Проигрывает Павел Ильянов. Ладья С5. И надо сдаться. Ферзь Д1, Ферзь Ф1. И он сдается. Да, Магнус Карлсон продолжает погоню за лидером. Так, ничейная позиция у Пономарева. Но ее еще надо защитить, эту ничейную позицию. Может быть, это совсем и не просто. Ваш Ладья. Плохая НС7. А что делает Ливон Араньян? В принципе, все в его руках. А, Ливон Араньян. Да, понял, что... Преследователи наседают. И, похоже, просто побеждает Карлсон. Да, выиграл у Карлона Араньян. И практически гарантировал себе, насколько я могу судить... Насколько можно судить, Ливон Араньян гарантировал себе победу в турнире. Досмотрим за... Эншпель. О. Неужели можно побить? Побить можно, да. Мата нет. Ладья Аш8, Ладья Аш7. Так, ну, позиция меняется. 9 секунд осталось у Тимура Раджабова. Позиция совершенно выигранная. Пешка Ж просто идет вперед, и все. Ну, быстрее надо играть. Не, ну, Король Аш7 тоже выигрывает. Да. Выиграл Тимур Раджабов. Выиграл Павел Ильянов. Но и... Ливон Араньян. Да, Ливон Араньян тоже выиграл. Ливон Араньян.